Я зашел к другу своему, старше меня пенсионер, все. Было ДТП 3-го числа возле Пушного. Блин, настолько возмутило меня. Он ехал по Ленинградске, как бы его вторанил со второсепенной дороги. Броневик, паркетник старенький. Приехала скорая, через полчаса у него три ребра перелома, левая рука сломана, сотрясение мозга естественно. 99-ю вторанил. И получается еще через полчаса приезжает ДПС и заставляет его дышать трубку. У человека сломано три ребра, они его заставляют дышать трубку на алкоголь. Естественно, ничего не показало. Ехал встречать пассажиров с аэропорта. Блин, это вообще нонсенс. Даже врачи отпугивали этих ДПСников. Ну, как бы, идите, говорит, ну вы что, человек в тяжелом состоянии, пенсионер. Вот. И, блин, вот это вот вообще поразило. И у них что, обязательно, что ли, вот это вот освидетельствование при ДТП? Ну, когда есть, когда ДТП с потерпевшими, ну, нужно брать, на алкоголь проверять. Ну, не такими способами, естественно. Если человек нуждается в медицинской помощи, нужно оказывать человеку, в первую очередь, медицинскую помощь. Он в скорой помощи был. В машине скорой помощи три перелома ребра, абсолютно трезвый. Могли бы спросить медработников, ну, допустим, нужно, не нужно. Смотрите, здесь все гораздо проще. Это дышать в трубочку вообще, вообще не обязательно. За это нет никакой ответственности, за отказ дышать в трубочку. Есть ответственность за отказ от медосвидетельствования. То есть, человека отвозят в больницу, и там медики у него проверяют состояние на алкоголь. Отвезли его в больницу, как бы, ну, он согласился, ну, понятно. Ясно, понятно. Теперь, что-то вот у меня отсюда ничего как бы не идет, по моему делу. Уже у меня предположение, надо будет ехать, ознакомиться с делом, наверное, с чего там они замышляют. Теперь второй вопрос. Прошлый раз мы с вами разговаривали, ну, чего, как насчет этого самого подгона-то? Я за, я всегда за. В школе требуют добровольные согласия, на работе требуют. Я говорю, слушайте, мы что, говорю, недействовательные люди какие-то или что, которые не могут определить, что им нужно или не нужно, что требуется письменное согласие. Я правильно изъясняюсь? Да вы не обращайте на это внимание, голову себе не завивайте. Это, ну, с ума люди сходят по-своему. Если каждого слушать, если каждое требование выполнять, так это с ума можно сойти. Так я поэтому и объяснил, этот, младшому, я говорю, объясни, что это в учебную программу не входит. Пусть ищут, где продают вот эти наркотические правоохранительные органы изначально, а не в школе уже искать, где их потребили. Ну вот. А школа должна заниматься обучением, а не выявлением наркотических препаратов. Так же ведь? Да, вы просто, никому не надо ничего объяснять, это все бесполезно. Просто говорите нет и все, до свидания. Не хочу ничего объяснять, нет и все. Нет, нет, спасибо, не надо. Так же сказалось, нет, против не надо. Или не требуется, и все. Да. Все, я понял. Так, будем отрабатывать. Ладно, я запомнил все варианты. Возмутило, что у человека три ребра сломано. Перелома левой руки, сотрясение мозга, они суют ему трубку. А если он без сознания был бы, что ему в задний проход, что ли, сувать эту трубку? Понятно. Так в итоге он трубку-то дул или нет в итоге? Ну, что-то там, я не знаю, дул, по-моему, да. По нулям, конечно, показал. И у виновника, и у этого. Вот это вот, и вот, единственное, что меня интересует, это обязательно при ДТП дуть в трубку. Это по правилам или как? Да, да, есть, соответственно, в КОАПе прописано. Ой, сейчас помню, по-моему, статья 12, ой, сейчас скажу, как-то, 27, 12. А, если дорожный транспорт на происшествии, да? Да, 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 то есть, если есть, если ДТП с пострадавшими, то обязательно проверяется. А если он находится в машине скорой помощи, все равно проверяется, да? Если врачи отгоняют даже гаишников, все равно, да? Гаишник должен проверять. Не знаю, вы меня, наверное, не услышали, давайте я еще раз повторю. Дуть в трубочку не надо. Никто не заставляет дуть в трубочку. Просто люди не знают своих прав. Отказ дуть в трубочку не наказывается. Просто если человек отказывается дуть в трубочку, его направляют на медицинское свидетельствование. А там уже медики этим занимаются. Понятно, никто там не заставит его в больнице дуть в трубочку. Ему будут в первую очередь оказывать медицинскую помощь. У него возьмут кровь. В том числе в крови проверят, есть алкоголь или нет. Вы меня услышали, нет? Да, я услышал, но потому что три ребра, вот, его на месте, вот, ему суют, вот, это, вот, человека, три ребра. Ну и нахуй бы послал бы их, да и все. Я же вам еще раз говорю, он не должен был этого делать. Не, просто меня возмущает вот это. Ну что, что вас возмущает? Если человек не знает своих прав и тому подобное, если он вздыхает и дует в трубочку, это его проблемы, понимаете? Это его проблемы. Он не может сказать нет. Вас это возмущает. Меня это не возмущает. Потому что, если ко мне подошел бы сотрудник полиции, сказал дуй в трубочку, я ему сказал, иди нахуй просто, блядь. Дуй себе в трубочку, блядь. А если бессознание, куда ему в задницу, что ли, пихать эту трубочку? Ну мы опять начинаем одно и то же обсуждать. Вот на самом деле, как по заезженной пластинке. Я вам сказал, ну захотел он дуть. Это его личное дело. Захотел он сломанными ребрами дуть. Он дул. Что он возмущается? Не захотел бы дуть, он бы не стал дуть. Зачем вот сейчас? Десять раз вы одно и то же повторяете. Возмущает, возмущает. Ну хочет дуть, дует. Скажет, отсоси. Будет, отсосет. Это его личное дело. У мента отсосет, а тут отсосет. Еще один, как бы... Блин, я ставлю автоответчик, он у меня уходит. Не знаю куда, в спячку или что, блин, через несколько дней. У вас есть какой-нибудь, ну, который не уходит, нормально работает? Так, у вас там на неделе какие окна есть? Если есть, то сообщите. Вот. Есть, вот, да. Ну, доставка приедет, но вы не сможете ее забрать, ну, смысл. Организуем, если что, попрошу кого-нибудь. Так? Если что, кого-нибудь попрошу. Если вы меня хотя бы за какое-то время предупредите, я решу этот вопрос. Это не проблема. Я не могу за неделю сказать... Выручить смогут. Все, я понял. Да, я не могу за неделю сказать, когда я буду, что я буду, где у меня окна, где у меня двери и тому подобное. Это невозможно не предсказать. Родственники живут, вот, есть мурманские, но, блин, забыл я уже, как ее улиц-то, давно у них не было. В принципе, если что, так, ладно, разберемся. Я сначала в кучу скидаю все это вот, в коробочку, а потом уже отзвонюсь. Хорошо. Годится? Годится. Потому что, ну, блин, лежит в шкафу. Блин, там, знаешь, батареи разряжаются, их надо подзаряжать постоянно. Блин, они до того уходят в разряд, но не используются. Ну, вот, тут съездил раз там. Действительно. Ладно, все. Я вас понял. Я вас, ну, вот, как бы, это самое. Ждите. Хорошо. Начинаю прям. Давайте. Ага. Давайте, все, до свидания. Ага. Ну, все, хорошо, до свидания. Блин, как брусит. Давайте, я нажму кнопочку. До свидания.